Открой глаза Память леса пробудилась, а вместе с ней и я Я уж подумал, что ты сгинешь в сугробах Теперь в пределе вновь наступит весна Хотя обрадуются ей не все Крик как раз одна из таких Я видел ее в страшном сне Она рождена из пыли Когда мир погрузился восьму Она расправила крылья Она рождена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она вновь обратилась в пыль Ее сердце камень Оно не проснется А лето прошло И уже не вернется Но благодаря тебе дух На смену ему придет новое лето Я видел это во сне Ясно Как я и предполагал Под злом Здесь все-таки есть история Которая Короче говоря Зло Здесь Как и на самом деле В целом В жизни Имеет под собой Подспорье какое-то Что не существует Чистейшего зла Истинного какого-то На него всегда Есть какая-то причина Ее нужно только узнать И понять И возможно Это зло можно Решить Как-то по-другому Тем не менее Я тоже был неправ Изначально я думал Что Что крик Все-таки является Чистым Злом То есть Я предполагал Что она Именно Противоположность Противоположность Света То есть Чистая тьма Я был Не прав Хотя я все еще считаю Что здесь Должно быть Что-то такое Возможно Этой тьмой Является Вот То создание Которое перекрывало Которое перекрывало Мельницу К примеру Опять-таки То создание Даже если Оно является Чистой тьмой То скорее всего Оно Этой тьмой Просто было Рождено В свое время Ага Ну хорошо Я думаю Что Мы узнаем Чуть-чуть больше О крике Тихо-тихо-тихо-тихо Я не ожидал Что вы здесь будете Честно говоря Мы узнаем Немножко больше О крике Как раз я думаю Уже сегодня Потому что Я хочу сходить В то место Где 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 крики Появились На свет В те самые В те самые Земли Я хотел еще В тот раз Сходить Но я просто В итоге не понял Как это сделать Но теперь Когда мы поняли Как пользоваться Перышком Я думаю Что это можно Можно попробовать Реализовать Мы в принципе Можем уже пойти Допустим И на север Воды Я вот только Не знаю Можем ли мы Допустим Под землю Пойти Я так понимаю Что это сделать Нужно будет Где-то вот здесь Прямо под К волокам Но тем не менее При тем как это сделать Нам надо Нам надо будет Вернуться Скорее всего Для начала В деревушку Вернуться в деревушку Отдать руду Тебе игру Может быть Ты что с ней сможешь сделать Да Пришла весна И все это надо было Позвать на помощь Одного маленького духа Да Вот бы еще Кого-нибудь Кто-нибудь прогнал Пустынные ветра Из земель моего народа Ну В принципе Мы сейчас туда отправимся Но я не уверен Что у нас получится Сделать Так Крыша над головой Так Надо построить еще Несколько домиков Вон на том Дереве у костра Окей А что еще можно сделать Зачистить ход в пещеру Давай наверное Пока построим Вот это вот Потому что Все равно Мы Прямо сейчас Я не собрался Отправиться в пещеру Прямо сейчас Я хотел пойти Прямо сейчас Я хотел отправиться Сразу На восток А чем больше домиков Тем больше моки Нельзя же Все на кволока Сваливать Ну прикол в том Что кволок Уже в принципе Тоже уже Не будет моки Прям помогать Сейчас Потому что Он ушел Помогать Нам Я предполагаю Что возможно С его помощью Мы может быть Даже получим Какую-то Какую-то силу Чуть раньше Может быть Нам даже Не придется Куда-то идти Что это было Я понял По-моему Это этот моки Только что ушел Отсюда Только не говори Мне Что он пошел В те земли Ну если так То мы встретим Его по дороге Так А вот тебе кажется Нужна была шляпа Да? А здравствуй Славная у тебя шляпа Можно я заберу ее? Здесь в Сорняковых полях Солнце слишком яркое А я тебе взамен Надам свой светильник Только в нем пусто Больше мне не придется Сидеть в темноте Буду сидеть в тени Допустим Хорошо А кому нужен был светильник? Я честно говоря Вот не помню Тебе наверное интересно Почему я нахлобучил шляпу Но все равно сиджу в пещере Я просто пытаюсь Набраться смелости Хорошо Допустим Так Теперь нам нужно Найти кого-то А кому нужна шляпа Но Я честно говоря Не помню никого Это место выглядит так Как будто бы здесь Можно было бы Кстати говоря Яичко хранить Ладно Допустим Кстати Да смотри Реально надел шляпу Надо Нам Надо немножко Кстати Перераспределить Вот эти вот моменты Потому что Мне не очень нравится Все таки Наш Наш разряд дуги И что-то мне еще Не очень нравилось Это нам надо Это в принципе Вот можно магнит Кстати говоря Прокачать немножко Это Довольно прикульная штука И я вот думаю Что наверное Вместо дуги Вместо вот этой дуги Наверное поставить Все таки вот это Потому что я привык Что у нас есть возможность Притягиваться к врагам Это во-первых Во-вторых Следующий Следующий уровень Будет наносить урон А там еще есть третий уровень Который я пока не знаю Что будет делать Но я думаю Что вот прямо сейчас Твелона Можно попросить Это сделать Да Допустим Нам в принципе Надо все это будет Как-то купить Но мы не все это Будем с вами улучшать Так А следующий уровень Мы будем Притягиваться к двум врагам И наносить им урон Не знаю Как это будет работать Но давайте все таки Посмотрим Попробуем Почему бы и нет Просто это Помогает иногда спастись Даже несмотря на все Еще вот это вот Магнитик давайте прокачаем Чтобы иметь возможность Отовсюду притягивать Хотя с другой стороны Магнитик и так Неплохо работает Но если будет работать лучше Если будет работать лучше Хуже не будет Правильно Тем более что мы это используем Довольно активно Пускай будет Так Так Матейм Что ты можешь мне рассказать Я видел что крик Сделала с твоей подругой Ори Мне очень жаль Знаешь думаю Ку О чем-то ей напомнило О чем-то Что она хочет позабыть То есть ничего Ну вот Не хочется сказать Это странно Это странно Так Хорошо Допустим У нас по-моему Еще была семечка Если я не ошибаюсь А которая мы нашли Вы что-то говорили Кстати про Окаменевшую ветвь Что ее нужно кому-то отдать Честно признаться Я забыл Забыл О ком вы говорили Мешучек с травами Я забыл О ком вы мне говорили Ну ничего страшного Сейчас мы переговоримся И со всеми Ам Говорят Зарошек нет Так темно Там будет всегда ночь Я не боюсь темноты А вот пауков боюсь Мне кажется Что этот светильник Как раз Может помочь Вот он Вот такой Похоже Как у грома Висит на буйсе Мне кажется Что этот светильник По итогу Может помочь Кому-то Кто собрается Вот в эти недра Отправиться Хотя даже не знаю Кто захочет Они успели добраться До этого края Когда меня доходят Вести о том Что случилось В пределе Видимо Придется Разметь лапы И самому Туда сходить Увидев Как там все Обледенело Я уж было решил Что никогда Не увижу Дерево В весеннем цвету И зеленые Холмы предела А теперь Снова настала Весна И все благодаря Тебе Неплохой подвиг Для чудо Без перьев Да Говорят Что колесу Не давало Крутиться Огромное чудище С щупальцами И что тебе Удалось его одолеть Это ведь смешно Очень-очень Но Какие у маленького духа Шансы против Огромного чудище С щупальцами Да никаких Моки Ты недооцениваешь нас Чуть-чуть Самую малость Нам надо поговорить С травником Скорее всего И сейчас Может быть Он что-то Может сказать Про эту ветвь Так Угу А травник У нас был Где-то Где-то здесь По-моему Да Тали Слушай Насчет этой ветви Унеси ее Отсюда Подальше Разве ты не видишь Это уже Не древесина Камень Дерево С которого Взяли эту ветку Не слить А еще Окаменение Заразно Мне как-то Пришло Испалить Половину клумбы Чтобы от него Избавиться Унеси ее Пока зараза Не перешла На новую Жизнь Значит С этим Уже Ничего Нельзя Сделать К сожалению Уже Ничего Мы не любим Приключений Если бы не холод Я бы ни за что Не ушел Из своей избушки Не увидел бы родник Не побывал бы Влощенек волока Не нашел бы там Семена Кто знает Сколько их еще На свете лежат И ждут Чтобы их посадить Здесь Поля А ну Что мы теперь Можем взять Не все потеряно Я думал Что спас Все семена Но похоже Все таки Оставило дно На морозе Оно Выжило Несмотря ни на что Видимо Все таки Мы действительно Эти семечки Которые собираем Из каждого С каждой локации Мы действительно Ему их отдаем Ну давай Ну-ка Что у нас В этот раз вырастет Ага Я понял Не надо переживать Что Невзначай Наступишь на цветок Кружинку Это хищное растение Но есть оно Очень редко Я и сам всего Раз такое видел Ясно Я тебя понял Нам еще нужно Знаете С кем поговорить Опа Охр Нам надо поговорить Еще с Этим С кулинаром Ну кстати Мы пока больше Ничего не можем сделать Пока ничего Сало мы и без этого Здесь уже везде были Так что Ооо Слушай А вот здесь мы Кажется не были Это по-моему Новое Место Которое построил Гром Судя по всему Где-то Кстати Должна быть Сушка наша Лежать По идее Это здесь Ааа Вот оно как Отлично Я помню Что мы как-то Видели Что здесь Можно забрать Эту штучку Но я не мог Понять Как это сделать Здесь просто Должен был Быть построен Думик Наверное Имеет смысл Исследовать Всю эту локацию Еще раз Только Ну весь Этот домик Только после того Когда мы Здесь все Построим Тут было еще Место Я думаю Что теперь Можно тут залезть Потому что Там теперь Скорее всего Стоит пружинка Которая Находится у нас И Вот здесь Да Помните Там что-то было Стоит я говорю Это место Еще разочек Исследовать После того Когда мы Здесь все Построим Я уверен Что это На что-то Повлияет Ну-ка На борис У супчик Самое то Что Чтобы отлично Отберет Мне так сказала Одна Маленькая Моки Давно Это было Она научила Меня готовить И рыбачить Помогла Мне встать На ноги Когда крик В общем Когда я Остался Один Вот бы она Видела С каким удовольствием Моки В полях Уплетают Мой супчик Она бы точно Мною гордилась Так Ну давай Быстренько Все-таки Посмотрим Может быть Я уже Могу Туда Залезть Все-таки Потому что Мне просто Покоя Не дает Это место Вот там Наверху По идее Нет Смотри По-прежнему Здесь нет Ничего Ну хорошо Возможно Что-то Мы еще Должны Будем Построить Хорошо Я предлагаю Раз такие дела Отправиться Туда Куда мы Хотели Изначально Вот сюда Я могу Кстати К волоку Не могу Ну хотя бы Так Хотя бы Так Угу Я По-другому Не могу Сюда Залезть По какой-то Причине Дело В том Что Вот этот Враг Который Здесь Появляется Я не Могу За него Засыпиться То есть Максимум Что я могу С ним Сделать Это Только Его Перышком Опрокинуть И все И больше Ничего Странно Ладно Да Вот видите Я Не могу Их Использовать Как трамплин К сожалению Возможно Это связано С тем Что Они Сами По Себе Довольно Опасны Как Враги Просто Потому Что Взрываются Так Ну Хорошо Здесь У нас Здесь Есть Несколько Мест Которые Нам Надо Которые Нам Надо Будет Посмотреть Сейчас Это Нужно Сейчас Вернуться В домик Моки Потому Что Скорее Всего Скорее Всего Тут Моки Там Это Во-первых Во-вторых Нам Нужен Киев Третьих Нам Надо Попытаться Забрать Вот Тот Кусочек Руды Киев Когда Луны Светили Ярко Моим Деревьям Не Было Числа Я Смотрел Как Они Растут А Теперь Ночь Темна А Деревьям У Мне Не Осталось Осталось Лишь Вот Это Единственное Семя Да Семя Последнего Древа Не Могу Смотреть Как Оно Чахнет Из-за Упадка Ты Возьми Его Благодарный За Помощь Пусть И Запоздал Я Очень Надеюсь Что Если Мы Это Семечко Посадим То Он Вернется Вот Он Он Вернулся Он Все Таки Вернулся Смотри Честно Честно Говоря Я почему-то Думаю Что Я бы Поступил Точно Так же Я Просто Не Мог Жить Без Своей Второй Половинки Просто Не Мог Скорее Всего Я Лилил Бы Надеждой На То Что Если Бо Всегда Вернулся То Может Что То Что То Смог Сделать Так Ну Хорошо Можем Отправляться По Сути Дольше В Тихий Лес Глубже В Тихий Лес Я Б Сказал Так Что Наушники В руки Еще На Голову И Поехали Посмотрим Что Нас Там Ожидает Прошлый раз Я Здесь Не Понял Что Нужно Будет Использовать Пёрышко Ну Потому Что Она У Настолько Появилась И Я Не Знал Как Его Правильно Применять Те 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 Тоже Взрываются И Есть 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 Мнение Что Если Мы Все Так Соберем Весь Весь Свет То Возможно Он Расскажет Нам Что Произошло До Того Кук Кстати Сейчас Находится Я думал Что Она В Деревне Она На На Границе С Кволоком И Тихим Лесом Сейчас Угу Пауки Так К ним близко Нельзя Походить Ясно Почему Здесь Одержаться На Паутине Я думал Что Здесь Пауков Нет Я Я знал Что Здесь Они Должны Быть Но Я Просто Предполагал Что Они Должны Быть Где То В А А Внезапный Секрет Хорошо Тихо Мне очень нравится Наша Наша Боевая Способность Да Что Ж Так В Принципе Лучше Всего Использовать Против них Их же Оружие Кстати А Если Я Лук А Нет Ясно Хорошо Слушайте Они Как-то Отличаются От тех С кем Мы Сражались До Этого Я Не Помню Чтобы Те В Нас Чем-то Стреляли Аккуратно Боюсь Это еще Не все Все Не может Быть Настолько Просто Ясно Они Детонируют Еще И Друг Друг Так Ну А Испытание Определенно Довольно Серьезное Я вам Скажу Капец Есть Определенная Опасность В использовании Протяжения К врагам Честно Говорим Аккуратно Аккуратно Опасность Заключается В том Что Когда Я К ним Притягиваюсь Я С Большой Верносностью Могу Получить Их Ответный Удар Вот Так Вот Например Да Отлично Так Ну Мы Теперь Можем Что-то Еще Поставить И Мне кажется Что Из всего Что у нас Есть Самое Интересное Это Было Вот Это Например Да Самое Любопытное Хотя Когда у нас Была Вот эта Дуга Мне казалось Что у нас Лук Даже Как-то Больше Урона Наносит Но Наверное Это Все-таки Больше Надуманное Давайте Поставим Вот Это Вместо Дуги Пускай Будет Так Так Ну это был Только один Из слухов У нас Есть Еще Наверху Какое-то Интересно А наш лес Тоже может Все это Ждать По итогу А если Предположить Что Дерево Духов Само По себе Просто Гниется Временем Зараза Кстати У нее У Крик Да ты Посмотри У Крик Есть Рога На голове Вы обратили Внимание Да Просто Я помню Что вы спрашивали Что это Такое Почему У нее Рога Знаете Что я думаю По этому поводу Я думаю Что это Пюрышки Дело в том Что судя по всему Она была рождена В момент Когда Когда был Упадок Соответственно Здесь все Окаменело Вместе С яйцами Которые Тогда Высадили Совушки То есть Она должна Быть Тоже Совушкой Но Она получилась Примерно Такой же Как И Ку То есть С небольшими Деформациями От Того Что произошло С лесом Если тогда Из-за Ритуала Света Яичко С Ку Было Обожжено И соответственно У нее Крылышко Тоже Обожглось То Здесь Все Окаменело Соответственно Яички Тоже Скорее Все Подвелись Этому Но Какое-то Все-таки Было Защищено От этого По Какой-то Причине Я пока Не совсем Понимаю Как так Получилось Охотничьи Угоди Короче говоря Судя по всему Яичко С Криком Было Просто Больше Подвержено Тому Что Здесь Произошло А вот И Она Она Может Нас Почувить Надо Аккуратненько Нет Вот эти Ее ноги Кстати Крылья То бишь Левая Правая Помните Она Она Летала Она Летала Она Просто Как-то Может Их Складывать Вот В такие Подобия Ног Так Она Пока Не Смотрит Сюда Можно Бежать Тихо 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 Нет Тихо Тихо Родная Тихо Аккуратненько Нет 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 Может Быть Все-таки Улетит Бежим Беги 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 Интересно А как ее ненависть Связана с духами Ну мы уже довольно близки На самом деле Сейчас разведаем этот слух Ага Еще одно хищное растение Ясно Здесь Надо быть поаккуратней Здесь по идее Жили как раз Горлоки Да Кстати Интересное замечание Которое я Может быть Можно как-то еще Может нет Интересное замечание Кстати Насчет горлоков Я почему-то предполагал Что горлоки И гум Это По сути Что то Что то Строители Но они немножко Отличаются Мы видим В песке Призраков Ори Здесь жили Горлоки Пока упадок Не загнал их Шахты Но уже Такая судьба Пущенит весь Ниван Если я не вернусь Свет Подветренные пустоши А это еще Что такое Ясно Допустим Смотри Оно пытается Оно пытается Меня съесть Из под песков Прямо Да ты посмотри на него Мне кажется Что нужно будет Все таки Нашу способность Заменить Которая помогает Нам подтягиваться К врагам Я пока еще Правда не знаю На что именно Но мне пока Не нравится Что Когда мы к ним Притягиваемся Мы определенно Отхватываем От них урон В любом случае Но нам пока Менять не на что У нас не так уж Много Рун Пока пускай Будет так Кстати Обидную Такую вещь Сказали Что То что мы Сами находим Слушай Ну подожди То что мы Сами находим Какие то улучшения Вот допустим Вот Тот же Ага Я так и знал Десять шахты Да По-моему Еще четыре Смелопаты Разница горлоков и гума В том Что Их можно Что Гума Можно сравнить По сути С Магами Что ли А горлоки Именно строители Архитекторы То есть Они Показывают Магию Магюр В принципе Что то что Что те что чехи Показывают магию Разному Просто по-разному Горлоки Они Показывают Механизм Шестеренки И Они показывают Магию С этой Вот С этой помощью Скажем так Тот момент Когда гума Умеет Насколько я понимаю Воскрешать мертвых Но это немного Странно Это немного Странно С другой стороны Если гуман Действительно Это умеет То Я не совсем Понимаю А нет Я понимаю Залезть С другой стороны Если гуман Действительно Умеет Так делать То даже Даже Если бы Нашу совушку Действительно Убили бы То Можно было бы Надеяться На то Что гуман Придется И сможет Ее воскресить С другой стороны Не ясно Как конкретно Наработает Его Эта способность Там по-моему Песок Скорее всего Мы здесь получим Ту самую способность Которая позволяет Нам через этот Песок Двигаться Тогда В принципе Для нас Уже Не будет Закрытых Мест Ты посмотри Все равно Попал Они сильны Они сильны Как Вулны И очень Хороши Как архитекторы Я не договорил Кстати Хочу сказать Что у Крик Вот эти Ерошки Помните У совушек У всех совушек Есть два таких Пёрышка Два Пёрышка Есть На Лобике У них Помните Вот эти Вот Пёрышки Скорее всего Просто У Крик Окаменели Скорее всего Это они А Ясно Мне кажется Я зря туда ломлюсь Потому что Скорее всего Там надо будет Вернуться Через песок Через Который Я пока что Не смогу Сделать Это Я ничего Не хочу Сказать Но Очень опасное Очень опасное Место Мало того Что эта Дрянь Пытается Меня укусить Так ещё и Ещё и комары Так стоп А этот Этот нормальный Почему-то Не попал Под действие Упадка Почему Можно Тебя На минутку Не бойся А в отличие От своих Сорудичей Я не поддался Искажению Но возникла Одна Неприятность А как Можно Не поддаться Искажению У тебя У тебя нет Водички Так вышло Что моя фляга Упала И разбилась То есть Нет Жажда Меня не мучает Мои горлоки Народ стульки Я ещё Неделю В этой пустыне Спокойно Проживу Но Глудочек Воды Раз в пару часов Освежает Дух А моему Духу Сейчас Очень Нужно Освежиться Кстати Габрячевичек Но У нас На самом Деле Нет Водички Нужно Где-то Ему Её Достать Я не Понимаю Как Так Получилось Что Он Не Поддался Уп О Упадку Подкоп То теперь мы с мужем Зарвался в песок А ну Ага Ха-ха-ха Я так понимаю Что это действует Не только на песок А и на Ага Там этот Гонка Это действует Не только на песок Я так понимаю А ещё и На снег Я надеюсь Да Угу Кстати говоря Повторное участие В гонках По идее Позволяет нам Участвовать В ней С людьми Кстати У нас сейчас Сколько У нас сейчас Семь вечером Семь вечера Суббота Вроде бы Да Я уже На этом Карантине Забыл Забыл Какой сегодня День Черт возьми А То есть Я вот так Вот могу Даже Любопытно Ты смотри О Лю Лю Приветствую Приветствую Слушай А духи Вообще Воду Пьют Если Да Боюсь Тебе Придется Поискать Где Нибудь Другом Месте Кто то Скажет Что Здесь Слишком Пусто Для Карт Но Ведь Пески Все Время Движутся Можно Составлять Карту За Картой То есть То Что Ему Все Ремя Это Место Меняется Ему Только Лучшему Ну Давай Мне кажется Что Этому Горлоку Надо Воду Принести От Куда То С Других Мест Кстати Кажется Не Таким Запутанным Как У Как У Бауара Или Нет Так Допустим Не знаю Я пока Где Тебе Взять Водичку Но Я Обязательно Ее Принесу Не Волнуйся Так А Вот Здесь Должно Быть Опасно Из Этих Тварей Ага В принципе Они не страшнее Тех Которые Находятся Под водой Ой И мы же Теперь Если это Распространяется На Ого Если Это Распространяется И на Снег Тоже Ведь Мы Теперь Можем Есть Полноценный Фрагмент Мы теперь Можем Вернуться К Бауру И забрать Там То Что Пропустили К примеру Мы на самом деле Теперь можем Очень много Забрать С помощью Этого Единственное Что Единственное Где мы Сейчас Не можем Пройти Это Только Подводные Места Потому что Там Сколько Мне сказали Нужен Какой-то Рывок О Отлично Нужен Еще один Фрагмент А Зараза Так А ну Погоди Сигничка Интересно То Что Я могу Этот Казан Расшатать Как будто Я могу Этот Песок Высыпать Ясно В принципе Оно здесь Не должно быть Закрытых путей За исключением Той двери Которая Ага За исключением Той двери Которая Открывалась Похоже Если я в нее Выстрелю Чем-то Очень сильным Ну вот Как например То чем Стреляют Горлоки Стоп Я не совсем Понимаю А А вот Здесь Ясно Я уже Потому что Возможно Мне нужна Просто Очень Очень Сильная Рука Горлока Чтобы Пройти Сюда О Отлично Просто Великолепно Кстати Может быть Здесь будет Тот Кому понадобится Фонарь Кому понадобится Фонарь Но я не уверен Видите Механизмы Которые Здесь Есть Они Очень Похожи На те Самые Которые Были В мельнице У меня Практически Никаких Сомнений Осталось В том Что Всю Мельницу Сконструировали Горлоки В свое Время Я уверен Что Если Я Заставлю Это Двигаться То Скорее Всего Внизу Упустится Лифт Вот там Если Конечно Это Можно Заставить Двигаться Ага То есть Все Таки Действительно Мне нужна Либо Какая-то Способность Либо Возможно Мне Нужно Заставить Как-то Как-то Горлоко Выстрелить Я Даже Не Знаю Так Ну-ка Не Успеваю Надо Просто Чуть-чуть Медленнее Это Делать Странно Может Бы достаточно Просто На ней Повисеть Потому что Такое Пещение Как бы Она Хотя Нет Нарастает Она С такой же Скоростью Даже Если Я На этом Буду Идеально Так Последний Рубеж Наносим На 20% Больше урона Когда у нас Мини 15% Жизни Но Это то Что Я Не Сильно Люблю Просто За счет Того Что Я Считаю Что Мы Должны Всегда На Максимуме Нашего Нашего Здоровья Ставьте 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 Очень, очень сильно напоминает Так, я предлагаю пойти, наверное, вот С этой стороны, если получится В целом, кстати, хочу сказать, что вот это все место Даже несмотря на то, что оно Под упадком, вроде бы как, да Здесь все равно есть своя жизнь То есть, другими словами Если мы сами Исправим это все Вернем этому месту Воду, то Мы просто испортим жизнь Этим существом, получается То есть, неужели мы можем поставить Чью-то жизнь, или чью-то Выше Выше чьей-то другой жизни Я даже не знаю А, я понял Там тоже могут быть осколки Хотя, с другой стороны, может быть, этим существам Не обязательно жить Именно в упадке Может быть, они могут приспособиться Жить... Жить и с водой, к примеру Здесь мы, кстати, в этом месте По идее, должны будем найти сердце Нивана А, вот оно как Ммм, ясно Кстати, мы так и не нашли Тут был осколок, помимо прочего Мы не нашли гонку Точнее, нашли, но я почему-то в ней не поучаствовал А вот и оно То самое место, где горлоки Когда-то возводили свои шедевры Высоченные шпили Изящные своды Все это Давным-давно Обратилось Развалины А великие горлоки Строители ушли Рудиться в шахты Но, по правде говоря Я хотел здесь раскопать Что-нибудь полезное Нашел только песок Много песка А ты явно лучше меня разбираешься в раскопках Может, хоть тебе повезет Ух ты Очень интересно У меня, суховея, все перья растрепались Ну, как получилось что-нибудь найти? Пока нет Только посмотри Так, пока мы сильно далеко не забрели Я предлагаю вернуться сюда И сюда К гонке Гонка где-то Вот Здесь должна быть Да Вот она Ну-ка Заодно, сразу после этого Пойдем исследуем место Про которое я только рассказал Где лопата находится Вот оно, кстати Угу Возможно, там что-то даже будет зарыто Ого Ого Так выглядит довольно сложно В принципе, если использовать дэш Я думаю, мы сможем оторваться от тени Очень быстро По какой-то причине Тень используют дэш Только тогда, когда находятся на прямой дороге Я не знаю почему Главное не запутаться Ага Я Так, у нас есть шансы Угу Давай, Ори, давай Нет И все-таки я за-запутался чуть-чуть Ладно, давай еще разочек Угу Так, пока Пока хорошо все Я не могу понять У меня как будто Монет третьего прыжка Как будто бы специально на гонке Его убирают Возможно, так оно и есть Идеально Хе-хе-хе Да Его убирают Ясно Вот Эту штуку Можно открыть Как раз Используя горлок отсюда По идее Да Если он, конечно, с нами пойдет туда Ай, не то Давай Этого недостаточно Странно Так, это очень странно Какой же силы должен быть удар тогда Ладно, хорошо Не важно Может быть, это можно будет потом как-то по-другому открыть Но сейчас меня интересует место, где О котором говорил Ток Вот это Ну-ка Ха Зловещий камень Так, хорошо А кто у нас разбирается в камнях? Я что-то, честно говоря, не припоминаю Опять-таки, может быть ток? Да вроде бы нет Ну так или иначе Пока что первый, кто мне приходит на ум Это только ток Да мы поговорим с ним по этому поводу Если он, конечно, еще на месте И в деревню еще не ушел А, либо, может быть, лучше Лучше всего с Громом, наверное, переговорить Насчет этого камня, да? Он вроде бы должен в них разбираться Он же Гурлок Это что, драгоценный камень? Он явно не был обработан Я бы на твоем месте показал его специалисту Чтобы увидеться, что он безопасен Да Я думаю, что все-таки его надо показать Громом Но чуть позже Для начала нам надо подняться на самый верх Может быть, нашу огненную сферу Можно будет по итогу как-то улучшить Что она в итоге... Тут была руда Что она в итоге превратится Из огненной сферы Вот в такую, как Гурлоки метают Надо за рудой вернуться будет Ага Ха-ха-ха-ха Так, погоди секунду Не очень хорошо, но... С ней враги возражаются быстрее смятения? А какой в этом смысл? Наверное, смысл в том, чтобы как раз из них Набивать осколки, да? Только разве что для этого Аккуратно Я на мгновение испугался, что эта штука меня сейчас съест А ведь так и было бы Так удивительно, но эта дверь состоит всего-навсего из двух Из двух ключей Я почему-то был уверен, что все, что... Все места, которые так или иначе связаны как-то со... Ех! Которые так или иначе связаны как-то со светом То они будут закрыты на четыре осколка Как в прошлый раз Угу, ясно Зараза, очень плохо, что не получается и как-то Контер-атаковать Вот А вы мне говорили, что Только в том месте используются Допустим, эти способности Вот здесь же тоже как-то надо было это забрать Я не думаю, что как-то горлок Можно было для этого использовать, правильно? О! То есть получается, что есть некие бомбочки Так ясно, допустим Но я не совсем понимаю, как ее туда довезти Если она Не успевает за мной Странно Хм Наверное, там точно такая же есть Ну, если, конечно, учесть, что она может выпрыгнуть из Из песков Давай проверим, как раз это здесь Ну-ка Сможешь? Да Сможет, хорошо Ай Обратите внимание, обычная багмола нам уже и не появляется Только такие, которые могут очень больно сделать Ну, мне только одна идея, как это можно реализовать Допустим Как-то, как-то вот так Нет А-а-а, ясно А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а на самом деле потому что я чисто по ощущениям ориентируясь на то как она когда она сработает когда нет вот как-то можно было предугадать так ты не мешаешь у меня такое чувство как будто бы то место где мы были где спал бауэр как будто бы она не такое опасное как это вот серьезно причем у нас с вами две крайности мы с вами сначала пошли в очень холодные места где продрогли насквозь а теперь пошли в очень теплые места где чтобы им где десятки десятым потом будем обливаться так ну я не знаю может быть проводить а так аккуратно аккуратно давай ори чертовски все опасно я еще почему-то уверен что мне сейчас эту надо было как-то по верху уйти надо было идти как-то по верху я был уверен что нам скорее всего придется засранец попал все таки что надо было все таки ту штуку бомбочку с собой нести я был почти верен что это надо было было сделать да ты посмотри что ж с вами стало почему на того не подействовал этот этот ваш упадок я не понимаю надо чаще пользоваться луком это очень удобная способность и семечко и как и а и и и и и и и У нас, кстати говоря, довольно много. Если я правильно понимаю, всего где-то около шести штучек должно быть, да? Давай, Ори, мы должны это забрать. Да! Идеально. Правда, мне почему-то кажется, что там есть ещё что-то. Вот здесь. А, а нам сюда, по сути, и надо было. Там внизу как раз есть только портал. Так, ну-ка. Вы представляете, что могло бы произойти, если бы Гумо и Горлоки объединились бы? Магия и технологии. Это просто обалдеть. Я вообще очень сильно люблю эту тему, когда технологии как-то конфликтуют или, в принципе, взаимодействуют с магией. Я когда в своё время читал серию книг Герои Уничтоженных Империй, там были гномы. Ну, я думаю, вы помните, даже игра была такая. Там гномы, они как раз были теми, кто использует технологии. Ну и маги были, но и гномы всё-таки не... Гномы всё-таки не стеснялись использовать в своих технологиях и магию тоже. Там, допустим, двигатели, которые с помощью магической энергии какой-то двигались. Двигались. Что такое? Так, здесь должно быть сердце. Это мы, похоже, добрались как раз до того самого места, которое видели, когда разговаривали с Током. Путь будет закрыт, пока сердце не убедится, что ему ничто не грозит. Зазови четыре огонька, чтобы открыть врата. Четыре огонька? То есть в это место нам было рано? Серьёзно? Сердце должно застучать, когда будут собраны все остальные огоньки. Ну, как я понял. Ясно. Ясно. Всё это многое объясняет на самом деле. О, ну надо же, осколок без огранки, да ещё и в идеальном состоянии. Это большая редкость. Те осколки, что мне обычно попадаются, уже огранены и великолепны. Раньше мастера лучше разбирались в этом ремесле, но я всё равно обработаю его как следует. А-а-а-а-а. Интересно. Так, с ним мы сможем чувствовать секреты по близости. Но понимаете, что меня смущает ? Это, конечно, я, скорее всего, уже загоняюсь, но просто мы же достали этот осколок, он назывался зловещим. Он назывался зловещим осколком, а теперь он превратился в то, что может использовать Ори. Почему? Так, хорошо, давай еще тогда семечко отдадим, раз такие дела. И будем, наверное, закругляться, и уже в следующей серии с вами отправимся дальше. Надо еще вспомнить, кому могли бы пригодиться, мы здесь, кстати говоря, были? Вроде, да. Надо вспомнить, кому мог бы пригодиться светильник. Это, во-первых. Во-вторых. Загадочный камень. Так, у меня есть... Ого. А, ну да, мы же с вами сразу два семечка нашли. И, в принципе, следующая семечка у нас, скорее всего, попадется на западе, да? А следующая на юге, под землей. А ну-ка, цветник в роднике. Ну-ка. А я уже было волновался, что этот сад никогда не сравнится с тем, что было у меня раньше. Ну, видно, я ошибался. Таким цветам... Таким цветам с целом здесь очень хорошо. Отлично. Так, и... Вот это. Это семечка, которая нам как раздалки. Интересно, может быть, все-таки с этого... Вообще-то, лучше разбрать в цветах, а не в деревьях. Ну, ясно одно, это большая редкость. Это семя старинного дерева, которое выросло задолго до нас, а теперь оно будет расти и после нас. Я все-таки предполагал, что эти семечки нужны для того, чтобы как-то возродить иву. Ну-ка. Ки? Ты вернулся все-таки сюда? Духи вышли. Мои деревья пали жертвой упадка, одно за другим. Но ты вернулся и нашел дом, да? А, мягкую пущу для последнего семечка. Может, еще есть надежда на новую жизнь. Может, последнее семя станет первым деревом? Представляете, что произойдет, если сюда вломится крик? Это будет просто, просто резня. Ей очень сильно не понравится то, что она здесь увидит. Свет предков. Отлично. Кстати говоря, вот это мне очень нравится. Я думаю, что... Я думаю, что это способность и стоит использовать. И в дальнейшем. А, это просто идет. Я понял. Мне почему-то показалось, что это осколок на мгновение. Угу. Хорошо. Я думаю, что на этом мы пока закончим. И двинемся дальше уже в следующей серии. Я просто ожидал, что мы здесь все-таки найдем... Чуть больше того, что мы искали. В итоге получается, что дверь открывается только уже после того, когда мы найдем всех духов до этого. Ясно. С другой стороны, можно сейчас... Сейчас не боятся того, что мы где-то застопоримся. Потому что, в принципе, мы теперь можем все исследовать. Больше путей у нас таких не осталось, которые мы не можем посетить. Наверное, я вернусь, допустим, к Бауру. Исследую то, что мы там упустили. Либо уже, может быть, дождемся, когда нам покажут все секреты. Я даже не знаю. Ладно. Так или иначе, этим мы заниматься будем уже в следующей серии. А что касается Крик... Получается, что она озлоблена просто тем, что ее не приняли. Но, с другой стороны, разве она виновата? То есть, упадок начался уже после нее. Лес начал загнивать после нее. Она потеряла родителей. Остальные совы просто ее не приняли из-за того, что она не такая. Я очень много знаю историй, когда человек становится озлобленным, потому что его не принимают. Да я был таким же на самом деле. Меня тоже не принимали. Но я не стал озлобленным. Ладно. Ладно. Я думаю, что нам надо еще чуть больше крупить информацию насчет Крик собрать. Чтобы понимать, что на самом деле происходило. Может быть, что-то еще было в ее жизни. Я не думаю, что то, что ее не приняли, все-таки повлияло на то, что она решила всем мстить. Правильно? Что-то должно было еще произойти. Хорошо. Я надеюсь, что вам понравилось. Сегодня и все с вами в следующей серии. Все. Всем пока. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok